Что касается Митры, бога солнечного света или светлого времени суток, то поклонение ему началось почти одновременно с христианством. Это была тайная религия посвященных и в основном была распространена среди воинов Римской империи, поэтому о ритуалах поклонения Митре мало что известно. Известно, что родился Митра из скалы, победил солнце и увенчал его лучами, спас людей от всемирного потопа, пожара и засухи, убил исполинского быка, воплощавшего силы природы. Из трупа чудовища он создал первые семена сельскохозяйственных растений. Когда люди стали жить хорошо, Митра унесся в небо в колеснице, запряженной белыми конями, и с тех пор он ведет войну против злых духов. Известный вестковед академик Никольский писал о Сирисе, Доне, Сате, Стаму сгибнут от враждебных богов или от враждебных стихий. Там нет ничего человеческого, естественного, похожего на историческую действительность. Иисус погибает в неравной борьбе с правящими иудейскими сферами. Его преследуют за то, что он стал народным героем, что его готовы провозгласить царем иудейским, как провозглашали в ту эпоху многих вождей народных восстаний. Его ведут к римскому прокуратору, которому именно были подсудны дела о бунтах. Он приговаривается к смертной казни через распятие, обычной казни, применявшейся римлянами к восставшим рабам. Тут нет ничего несообразного. Напротив, все чрезвычайно стройно укладывается в рамки тогдашней бурной иудейской жизни и в то же время вполне соответствует порядкам, которые были установлены римлянами. Александр Минь когда-то метко подметил, поскольку изобретение нового бога потерпело неудачу, мифологисты продолжали отыскивать буквально по всему свету другие прототипы евангельского Христа. В первую очередь они использовались с этой целью античные мифы о страдающих богах. Легкость, какой проводили подобные аналогии, была поистине поразительной. Вспоминается знаменитая сцена на Патриарших прудах из «Мастера и Маргариты», где самоуверенный Берлиоз просвещает Ивана. «Нет ни одной восточной религии, — говорит Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых». Когда Булгаков писал свой роман, целая армия таких берлиозов, дипломированных и полуграмотных, усердно промывала мозги на юным Иванушкам. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, существовал ли человек по имени Иисус, который производил всякие чудеса, лечил неизлечимых больных и учил людей истине Божией? Правда ли, что человечество не обладает никакими текстами нехристианских авторов, подтверждающими, что основоположник величайшей из мировых религий действительно ходил когда-то по пыльным дорогам Израиля? В самом деле, если Христос существовал, почему о нем не упоминают такие писатели-историки, как Синека, Плини Старший, Ювенал, Марциал, Филон, Юстивериадский и другие? Необходимо отметить, что греко-римские источники I века не умалчат об Иисусе и христианах, а просто отсутствуют. Еще не было изобретено, книгопечатаний и рукописные копии были в ограниченном количестве. Это было причиной полного исчезновения огромной массы манускриптов. Достаточно указать на следующие цифры. Из 142 книг истории Кита Левия сохранилось лишь 35. Из 40 книг Деодора Сицилийского до нас дошло всего 10. Из 20 книг археологии Денисия Галиканасского осталось 9. В ничтожных отрывках дошли до нас сочинения Николая Дамасского, совсем исчезли истории Помпея Трога, исторические работы Страбона, Плиния Старшего, Юста Тивериадского. Даже знаменитые аналы Тацита не дошли до наших дней полностью. При таком положении вещей нельзя категорически утверждать, что о каком-либо литературе не было упоминания. Помимо того, странно требуются от античных авторов сведения о таком незначительном в их глазах факте, как кратковременная деятельность некоего учителя в глухой восточной провинции. Тогда повсюду странствовали различные проповедники. И Христос, с точки зрения язычников, ничем от них не отличался. Более того, римляне имели вековое презрение к аудеям, и никакие внутренние проблемы аудеев их просто не интересовали. Распред среди презренной нации о царе Израильском была в их глазах очень незначительной, чтобы упоминать о ней. Следовательно, римские грешские писатели должны были упомянуть об Иисусе только тогда, когда христианство заявило себе как массовое движение, нарушающее привычные устои империи. Мы знаем, что в Риме это произошло лишь через 30 лет после распятия в связи с гонением на христиан в 54-м году императором Нероном. До этого, скажем, философ Сенека вряд ли мог слышать о них что-либо достовернее. А сразу после пожара в Риме он оказался замешанным в антиправительственном заговоре и вскрыл себе вены по приказу Нерона. Хотя до нас не дошел труд Плиния-старшего, зато схранились письма его племянника Плиния-младшего, в которых он упоминает о христианах. Со 111 по 113 год Плиний-младший управлял малазийской провинцией Вифинией, и по долгу службы ему приходилось преследовать христиан. В докладе императору Трояну Плиний описывает допросы христиан и говорит, что под пыткою некоторые из них признавались, что вступили в общину 20 лет назад, то есть около 90-го года. Мне был предоставлен анонимный донос, содержащий много имен. Те из них, которые отрицали, что принадлежат или принадлежали христианам, причем призывали применимый огол, совершали воскурение Ладана и возлияние вина твоему изображению, которое я приказал для этой цели доставить вместе с изображением богов, и, кроме того, злословили Христа, а к этому, говорят, подлинных христиан ничем принадлежать нельзя, я счел нужным отпустить. Другие, указанные доносчиком, объявили себя христианами, но вскоре отреклись. Они, мол, были, но перестали. Некоторые три года назад, некоторые еще больше лет назад, кое-кто даже 20 лет. Эти тоже все воздали почести твоей статуи изображениями богов и злословили Христа. А утверждали они, что сущность их вины или заблуждения состояла в том, что они имели обычай в определенный день собираться на рассвете и читать, чередуясь между собой гимн Христу, как будто Богу, и что они обязываются клятвой не совершать краж, разбоя, прелюбодеяния, не обманывать доверие, не отказываться по требованию от возвращения сданного на хранение. Говоря о молитве христиан, Плини употребляет выражение «молились Христу, как будто Богу». Это значит, что Плини слышал о существовании Христа как человека. Про те случаи он говорил бы просто – о Боге Христе. Тертулиан в начале III века говорил о Плини. Плини II, управляя провинцией, осудив на смерть нескольких христиан, а других лишивших мест, ужаснулся от их множества и спрашивал кесаря Трояна, как с ними впредь поступать. Крупнейший римский историк Корнелий Тацит, рассказывая о пожаре в Риме летом 1964 года, говорит, что Нерон свалил вину на людей, ненавистных за их мерзости, которых Черни называла христианами. Христос, от которого происходит это название, был казнен при Тиберии прокуратором Понтием Пилатом. Но подавленное на время это зловредное суеверие стало снова прорываться наружу. И не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме куда-то всюду сякается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Другой римский историк Гай Свитоний Транквилл в его знаменитом сочинении «Жизнеописание 12 Цезарей» в биографии Нерона пишет, «Много Нероном сделано зла, но не меньше и доброго. Христиане, новый и зловредный вид религиозной секты, подвергались преследованию казнями». А в биографии Клавдия Свитоний писал, «Он, то есть Клавдий, изгнал евреев из Рима за то, что они беспрестанно смутянили, подстрекляемым неким Христом». Время правления Тиберии Клавдия среди евреев не было бунтаря по имени Христос, и в действительности такого имени вообще не существует, но существует греческое слово «Христос», означающее «Мессия», «Спаситель». Поэтому тот фактор, что Свитоний допустил ошибку в писании слова, сегодня не оспаривается. О том, что Клавдий знал евреев из Рима, записано в Библии. Сатирик и публицист Лукьян около 150-го года писал о христианах. Первый законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу, после того, как они отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому мудрецу и жить по его законам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok